дорогие друзья всем привет с вами Денис Хагов и ССЛ шоп обещанное ревью нового колеса от компании Begode MTN4 и тут как бы да я вы должны четко понимать да что как бы я не только обзорщик но еще и дилер и как бы некоторые вещи я себе не могу позволить к сожалению говорить в эфире а если бы я говорил это сейчас вот конкретно да что про это моноколесо то наверное пришлось бы все запипать поэтому я постараюсь очень деликатно да все вам объяснить и как-то себя как цивилизованного человека удержать себя все-таки в рамках обзора и передачи да потому что ну я не понимаю я много чего не понимаю не понимаю куда мы идем куда мы катимся в моноколесной индустрии вообще что нам всем дальше ожидать каких сюрпризов новых хорошо давайте начнем обзор будет немножко не стандартном формате но тем не менее да начнем с того что просто вот вы посмотрите вот на эти фотографии да то есть вот это вот вот это что вы видите да никола монстр про тот же даже мтн 3 это те колеса которые эта компания производила там несколько лет назад да то есть там три года назад то есть это какой никакой дизайн эргономика и о чем-то вообще эта компания думала да его теперь посмотрите вот на это что лежит стоит передо мной назвать это моноколесом я очень сильно так скажем сомневаюсь что я могу назвать это полномасштабным моноколесом буду называть это не знаю объект объект или тело потому что ну вот опять же да ну коротко то есть почему я так говорю да то есть что такое моноколесо моноколесо это устройство которое едет на одном колесе до электронное устройство было самобалансирующие устройство ну и самое главное вот это вот то есть кайф от моноколеса почему мы катаемся на не на электросамокатах там на велике на чем-то вот именно вот этот кайф от езды это свобода то есть вот когда я уже объяснял что то есть моноколесо сливается с вашим телом да и она становится таким как бы апгрейдом вашего тела вы просто начинаете быстрее передвигаться и вы совершенно этого всего колеса не ощущаете если у вас там скажем все правильно подобрано под ваш вес и так далее под вас и под ваши нужды то здесь с этим объектом с этим телом то есть она все совершенно не так и она ужасно неудобно и я тут даже не хочу говорить там вообще не знаю про дизайн эргономику вы сами все видите то есть это кусок железяки сваренный приклеены с боков в подушке которые не вообще не выполнять никакой функции кроме того что не отклеиваются потому что они также приклеены на этом фиговом на этой изоленте которая года 3м это китайская которая вообще ничего не держит ну и вот это такое вот железяка сварена это такой мангал до мангал вот вы видите на фотографии почему называю мангалом то есть и туда просто заброшена батарейка и контроллер две фары прикрученные мотор от электросамоката с ой боже покрышкой от электросамоката с такими вот калеными педалями то есть ну и все в принципе и все и то есть ехать да что там ехать на это колесо встать невозможно ребята на него невозможно встать а так болит здесь так заламывает эти кости то есть это но это просто там не знаю mortal kombat фаталити то есть ты так становишься там хрусть финиш хим там то есть ну блин вообще на это колесо не могу встать то есть вот так и поехать да с одной ноги на него запрыгиваю то есть я так его подминаю одной ногой потом просто так резко прыгаю вверх чтобы вот как можно меньше это снизить вот нагрузку на кость потому что в кость она ломит но жидчайшим образом я вспоминаем тентри он маленький был прикольный очень мягкие подушки и он вообще никак мне не мешал то есть и я здесь это говорю это реально какой-то ужас колесо весит уже 13 килограмм 13 это не 10 килограмм да и поэтому здесь надо понимать что эти плюс 3 килограмма все таки и нету этой ручки до носить 13 килограмм это не носить 10 килограмм это уже вес который ощущается что она маленькая ну да но небольшое но она достаточно широкая и опять же да то есть но она занимает свое место прикольно ли она выглядит да издалека на фотографиях она выглядит прикольно но это на этом все заканчивается то есть прикольно это единственное что как можно описать вот этот объект о котором мы сейчас с вами разговариваем поэтому говорю ехать на не до становиться и ужасно неудобно педали эти без шипов нету они то есть каленые то есть сильнее прыгнуть отвалится шип эти не свою функцию не выполняет из ноги съедут на них по-любому надо менять дальше что по езде но разгонялся на этом колесе максимум 33 километра в час и своим весом 100 килограмм я понимаю что колесо вообще то есть для моих каких-то используют для каких-то нужно вообще никак не может использоваться потому что просто не хватает мощности ему и на 33 уже чувствует мотор уже прямо вот так вот то есть это все колесо клюет носом и но страшно ужасно я на нем не могу нигде съехать я не могу никуда заехать вы видите на видео малейшие какие-то горки нам просто не едет начинает клевать носом и заваливаться то есть вообще то есть минут мне страшно съехать даже просто вот как ступеньки рядом вот этот съехать для колясок сделал не страшно съехать потому что я чувствую что сейчас прям чуть-чуть и все и сразу выключится и здесь у меня как бы вопрос здесь написано заявлено что здесь 1000 ватт мотор на таком диаметре но он должен ехать до на таком диаметре он должен ехать рычаг у него маленький он должен быть офигенно шустрым она не шустрое но скорости она имеет да опять же такой но своеобразный это скорости вы не сможете нормально тормозиться сразу заботоните поэтому это такое дело опять же с ним заиграться можно на раз-два то есть и вот она продавливается фактически под моим весом всегда мне реально страшно ехать поэтому мощность ветках к 1000 ваттам у меня есть огромный просто огромный вопрос и здесь их нету покрышка это но она не управляем его понимать вот это форт покрышка от самоката да она не ведет себя как моно колесо опять возвращаюсь к этому что вы что объект да и но не моно колесо но если совершенно не вид как моно колесо по прямой едешь это поворота она ну вообще то есть ты понимаешь что это все сделано совершенно неправильно и вот этот вот ширина этой покрышки эти принципы то есть почему мы ездим на моно колесах они здесь все нарушены как бы и этот маленький диаметр тебя по везде трясет везде колбасит по всему зубы отбиваешь на любом то есть но на любом не на любой неровности по фроду но попробовал я съездить там в лесок попробовал я поехать по детской площадке там ли насыпан такой этот жвер как ко мне и ну я сразу закапывается мощности не хватает моментально начинает копаться вот видишь как это все получается но на обыкновенном колесе там 18 дюймовым спокойно везде проезжаю то есть даже и не парюсь а здесь она говорю это она такая не знаю объект игрушка по приколу но цена его совершенно не прикольно это объект игрушка это тело стоит как как мцм 5 в 2 который как бы едет да и действительно хорошее моно колесо если вам нужно для подскока не намного он там тяжелее на пару килограмм ну как на пару на 5 килограмм тяжелее на четыре с половиной на пять килограмм ну и то есть там понимаешь что там есть хоть какая-то вещь до которых как-то можно использовать здесь говорю кроме прикола и вот это единственный прикол вот вы также может посмотреть на видео это единственное только то что на этом колесо и можно практически стоять на месте то есть если еще так приноровить это точно можно выстоять я вот прям сходу смог простоять там секунды 3-4 вообще то есть просто на одном месте да и за ширины этой покрышки ну вот это как бы и это все то есть больше мне сказать о чем-то тут в этом обзоре ну реально я просто не вижу экранчика терреса белый посажен глубоко это прозрачная это такая затемненная панель она имеет глянцевые эффекты и то еще такой и угол а экранчик там посажем глубоко его днем вообще не видно вообще его не видно то есть светлое время суток экрана там не видно ручки в нем нету я пробовал его заряжать дома зарядка который у меня на 3 8 ампер не берет он зарядку на 3 8 ампер отключая включается защита колесо отключать значит наверняка его можно же только тремя амперами максимум в комплекте стандартный 84 вольтовая зарядка полтора ампера и фара но в большая да прикольная сзади тоже что-то там моргает светится но это не более то есть я говорю что я все ну то есть реально вот все вот 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 вам весь обзор я не понимаю для чего это колесо сделано за такие деньги и в таком исполнении после дальше я вам просто покажу его разборку до этого колеса что вы просто сами все поняли чтобы я не голословил вам вы поняли вообще с чего и как это вообще выглядит из чего это все сделано сколько здесь в нем еще и дополнительных и говорится есть проблем до которую вы должны будете знать поэтому давайте наверно все обзор закончен очень короткий просто говорю ну нет слов нет слов дальше только все если запипать что касается этого колеса смотрим разборку да и еще вот а я всегда забываю про этот момент и мне сюда люди спрашивают да педали ужасно гуляют повороты заваливаются прямо так вот то есть гуляет вверх-вниз калибровка особенно не помогает любой поворот прям вообще вот так все гуляет 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 и поэтому как бы еще и с этим у нас есть тут проблемы но это маленькая проблема буду по сравнению со всеми остальными то есть вот с тем какие от него получил эмоции и то есть вот этого объекта эмоции у меня ровно никаких считаю это вообще каким-то не знаю если бы я его купил за 100 баксов там за 200 баксов с алиэкспресса ну наверно было прикольно вот сам бы поигрался бы и не знать детям бы дал поиграть но я думаю что вот такой девайс его просто вот поигрался как игрушка с алиэкспресса да и просто забросил в угол потому что но зачем ему нужно но просто ну не нужно ты наигрался она лежит вот вот так ладно все смотрим разборку это все надеюсь надеюсь что мастер пробует немножко получше в этом варианте обзор будет уже фактически через какую недельку может максимум полторы все самое слабое место этого колеса это вот это вот жизнь здесь вот потому что здесь вот есть маленький барьер прочности и здесь такой вот а вот здесь в этом месте видите его нету поэтому в этом месте у нас так как здесь ничего нет и этот вот кусок очень тонкие металла то весь этот корпус так там тяжелая часть его тут батарейка тут же контроллер и фары и все остальное весь этот корпус будет сгибаться или в одну сторону или в другую это самая наверное большая проблема этого колеса которая будет с вами присутствовать на всем протяжении использования этого этого устройства бигоди дальше нам предлагает это подделочную 3м двухстороннюю изоленту которая нифига не держится и если неаккуратно снимать она отрывается от всего покрытия обратно потом никуда не приклеивается поэтому опять все все в том же стиле от бигода что мы тут виде мы видим здесь каленые педали которых хоть нет шипов это не шипы что они здесь нарисовали то есть это будет очень скользко и очень ненадежно это точно не ценца это просто каленые каленые дешевые педали которые надо будет выбросить моментально из коробки на таком ездить нельзя на этих болтах нет лактайда на этом нижнем контрольном который стоит здесь вот стойки фиксирует ось на этом лактайд был вот насколько сделан парнуш на корпус от вы можете видеть да смотрите это все болтается и вот в этом месте это все так же самое будет болтаться все это здесь как бы скручена держится но я чувствую все вот это вот но болтается железячка такая разбираем дальше поглядим что там такое сняли крышку крышка прозрачная если вот обратите вот здесь это стороны попробую приблизить да вот здесь вот если вот вы увидите то здесь вот как-то все спилена как попало вот здесь то есть видно что напильником допиливали на фабрики чтобы вот эти вот провода здесь что вот эти вот здесь провода прошли то есть что-то подпилили но тут конечно не герметично также самое как и тут также не герметично видите что просто фабрика просто засунул такую заглушку и прижимает вот этим стеклышком но так-то все это ну как обычно как обычно Бигода также рекомендует обязательно проверить вот этот коннектор, досунут ли он до конца, потому что, как я понимаю, у них были проблемы, что эти коннекторы с завода не до конца досунуты, и отключалось колесо. Поэтому всех просят убедиться, что точно этот коннектор досунут до конца. Ну, у меня он здесь почти засунут, но тем не менее, надо будет его еще немножко досунуть. Главный момент, что я сразу тоже заметил, у нас тоже есть такой случай, что я вижу, что вот эти конденсаторы, вот они торчат здесь, как я понимаю, фактически из деталей торчат выше всего, даже выше экрана. А здесь вот у нас есть два таких вот болта в крышке. И эти болты, когда крышка закрывается, они ровно-ровно-ровно-ровно попадают прямо, то есть попадают прямо-прямо на эти конденсаторы здесь. То есть реально при хорошем ударе эти болты могут эти конденсаторы туда вмять, ну и дальше сами понимаете, что будет. Все остальное пока, ну, не знаю, выглядит так вот. Все на одной плате сделали. Универсальный контроллер, все на одной плате. Под низом будет батарея. Садняя лампа здесь не герметична, и болты вкручиваются прямо в эти дырки. Кстати, с одной стороны вообще было не закручено, так что переразборка колеса вам этого также обеспечена. То есть здесь вот, как вы видите, сзади, да, вот с двух сторон было получше зажато, с той стороны вообще не было зажато. Когда снимаешь лампу, лампу сзади просто железяка. Ну и вот говорю, здесь полностью, то есть тоже вода будет попадать в эту лампу, и долго она не протянет. То есть это надо все по кругу вот так вот силиконить, да, и делать ему такую изоляцию дополнительную. Почему они сделали с завода, непонятно. Фара здесь двигается. Можно ее отрегулировать как угодно. Держится на двух болтах с боков. Передняя фара, я понимаю, тоже не защищена. Здесь вот надо просиликонить, и там, где входят болты, они просто входят вовнутрь фары туда, вот там дыра. То есть через эти болты, я понимаю, тоже может влага залиться туда и так далее, через избу, через эту. Так что надо все перепросиликонить, чтобы это все было более-менее нормально. Вот здесь, если заметите, тоже вот этот коннектор, он просто так торчит наружу. Там какие-то кембрики одеты, но опять же, эти кембрики тут, они не защищают провода на 100%, и влага может попасть до самих контактов, дойти и сгнить просто. Тупо может сгнить. Так что, такие вот тоже решения, что с одной стороны, что с другой стороны, одинаковые решения. А у мамки, она промазана какой-то липкой фигней, не знаю, не засохшей. А здесь просто лежит такая вырезанная пластиковая фигня на батарейке, и все, вот на этом она держится. И фиксируется тут по два болта еще дополнительных. В принципе, вот так вот и держится мамка. Охлаждение опять осуществляется пассивное через корпус, то есть больше ничего нет. Все, что охлаждает, охлаждает это колесо, это вот эта вот рейка несчастная. Здесь вот несчастная рейка и вот этот корпус. Причем, именно, что переход, переход от рейки к этому корпусу нет никакого проводящего, теплопроводящего, этого перехода от рейки к этому корпусу нет никакого проводящего. Вообще здесь ни прокладки, ни гели, этого ничего нет. и вентиляторов как обычно тоже нет я не знаю что они вообще думают полностью закрытая система закрытый корпус блин и вот просто вот вот это вот это все что есть и захлалифли захлаждения но я не знаю батарейка 750 ватт часов 84 вольт и элементы samsung и 50 е 2 т на таких элементах они внутри просто такое вот такой вот контейнер для батарейки сама батарейка выглядит вот так вся обклеенная каким-то пластиком чтоб не перетиралась и своими стандартными годовскими прокладками в общем мангал м4 держится на четырех таких болтах стойках болты без как обычно видите без лактайда все это просто сюда прикручена на шестигранники шайбочки положили молодцы хотя бы это сделали сейчас снял мотор оську видно все понятно осевой покрышка какая-то ту аут ту ту а в т ту ту аут размеры как у скутера 90 65 на 6 половиной соли вот фродная написано не шана бескамерная но там на камеру выстоять внутри думаю хотя может и бескамерная не знаю надо смотреть проверять дальше она в целом так что смотрю на этот вот мотор от скутера мангал на кучку болтов на дохлый контроллер на маленькую батарейку и говяные педали лампочки еще и вот честно никак не могут зарубиться за что есть надо платить больше 1000 евро 1300 в европе хотя за эту вещь ну вот так поиграться если только не знаю как то мне все все это как-то так выглядит стрёмненько его смотрю я вот говорю вот на этот мангал здесь так вот он он же тут весь прям согнется в этом месте тут же вообще он просто ну ты же просто вообще ребят не посмотрите сами что это такое легенький он вообще там не знаю килограмм наверно весит максимум очень как то так такой обзор не знаю что больше сказать по нему сами все видите все на столе не знаю вот обзор все посмотрели разборку я думаю что все более чем для вас ребята очевидно да то есть по всем этим косякам да и по всему вот этому то есть говорит как эта компания вас скатывается вот к такому производства мангалов то есть но я честно не понимает из такой уровень да но реально вот если 5 сильно захотел напрячься да вот живя здесь литве имея возможности литвы да по производству чего-то то я наверно пошел бы таким же путем то есть я просто бы сделал бы спроектировал да на автокаде какую-то железную конструкцию дал бы и метальщиком металлисты бы да это все дело бы то есть мне сварили покрасили отдали бы мне я собрал бы батарейку дал нашим мастерам прикрутил бы 10 лампочки с алиэкспресса то есть кнопку бы вставил педали бы там на cnc вырезали также сама на cnc бы сделал себе стойки но взял бы мотор от этого от электросамокат от какого дуалтрона воткнул бы но и контроллер там ну да контроллер это разработка этой компании но опять же до контроллер можно найти какой угодно воткнуть туда все это дело подключить и вот она приблизительно также все это будет работать но просто технологично это но говорю что компания которая делала делает но серьезные вещи пока не раньше делала и куда-то шла со всем этим вот они его сейчас предлагают нам мангал на колесики от самоката так что вот так все всем спасибо сами думайте денис хагов пока пока